Пища богов или черное золото? Сегодня отмечается Всемирный День Шоколада. Первыми ему научились делать ацтеки около трех тысяч лет назад. Сейчас производят по всему миру. В Чебоксарской мастерской, где готовят конфеты и шоколадные плитки ручной работы, побывала Татьяна Леонтьева. Какао-масло, какао-тертое, сахарная пудра и сухое молоко. Из этих четырех ингредиентов получается самый настоящий шоколад. Но что нужно сделать, чтобы он получился вкусным? Об этом нам расскажет шоколад и Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. И начнем мы с приготовления белого шоколада. Белый шоколад вообще на самом деле называется только условно шоколадом, потому что в нем нет содержания какао-стракта. А еще белый шоколад считается самым вредным. В его составе большое количество сахарной пудры и сухого молока. Но плюс у него все-таки есть. Какао-масло используют часто фармацевты. Они добавляют их в лекарства, которые против ангины. Можно детям просто потреблять какао-масло, рассасывать, потому что удобно галеты. И это обволакивает хорошо горло. Какао-масло – основной ингредиент любого шоколада. Его выжимают из какао-бобов. И продукт этот не из дешевых. Поэтому многие производители используют пальмовое, рапсовое масло или синтетические заменители. Температура плавления какао-масла – 31 градус. Если мы возьмем с вами магазинную плитку шоколада, она в руках должна постепенно таять. Не сразу, но постепенно. Но если ваш шоколад не тает, значит там нет какао-масла. Самый популярный вид шоколада – молочный. В составе тот же белый шоколад, только добавляется какао-тертая. Пропорции для молочного шоколада какао-масла какао-тертого – 80 на 20. То есть 20% какао-масла, 80% какао-тертого. А почему именно так вот? Это позволяет сделать определенную текучесть шоколаду, потому что мы будем добавлять еще сухое молоко. Сухое молоко нужно будет добавлять где-то процентов всего лишь 20-30 от нашей массы. Молочный полезнее белого именно за счет большего содержания какао-продуктов – около 40%. Но лидирующая позиция у горького шоколада. Вообще горький шоколад, он ценится именно благодаря тому, что содержание в нем какао-бобов намного больше, чем каких-то любых других видов шоколада. Также содержание сахара очень низкое. Горький шоколад поднимает нам настроение, горький шоколад нормализует наше давление, он активизирует наши сосуды. Но при этом нужно употреблять его в допустимых нормах – это 40 грамм в день. Шоколад с корицей, малиной, кремовыми начинками, солью и даже черной икрой. Поклонников лакомства – миллионы. Немало и мифов вокруг этого продукта. К примеру, что от шоколада толстеют. Вообще сами по себе какао-бабы не вредят в фигуре. Все калории – это именно сахарная пудра и сухое молоко. Если же вы хотите употреблять шоколад, то есть вы любите сладко, но не хотите жертвовать калориям, то лучше употребляйте горький шоколад. Шоколад – кусочек счастья. В нем содержится много эндорфина, гормона радости, а еще этиоксидантов и флавоноидов. Они повышают уровень интеллекта и поддерживают ясность ума. Это подтверждает исследования ученых. В странах, где едят много шоколада, больше лауреатов Нобелевской премии. Редактор субтитров А.Семкин